Мы продолжаем в российской экономике. Сегодня на первом плане развития нефтегазовой отрасли и международное сотрудничество в этой сфере. Первая партия нефти нового арктического сорта отгружена с уникальной платформой «Приразломная». В церемонии по телемосту принял участие Владимир Путин. До этого он встретился с главой компании Royal Dutch Shell, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Продолжит Максим Бобров. Англо-голландская Shell – один из мировых лидеров в энергетике. Разведка, добыча, транспортировка нефти и газа. Совместные предприятия, где работают тысячи россиян. Владимир Путин, приветствуя главу компании Бена Ван Бердена, отметил, что Shell для России крупный инвестор и проверенный партнер. В сфере энергетики вы практически работаете по всем направлениям. Я уже не говорю о добыче, у вас своя сеть СЗС и вы являетесь одним из крупнейших трейдеров российской нефти. 20% рынка занимается. Это очень большой показатель. У нас, на мой взгляд, очень плодотворно развиваются наши отношения. И у нас уже юбилей, да, сколько? 20 лет сотрудничества. Мы можем друг друга поздравить с этой вполне успешной работой. Вместе с «Газпромом» Shell участвует в проекте «Сахалин-2», в частности в новой линии по производству сжиженного газа. Мы гордимся сотрудничеством с Россией, гордимся проектом «Сахалин-2». Это очень хороший, выгодный проект. Сейчас самое время расширять его, вообще развивать азиатское направление. Но для этого нужна серьезная поддержка. И я хотел бы просить вас о содействии. Меня радует, что компании имеют планы расширить свою деятельность. Мы, конечно, окажем необходимое административное сопровождение и поддержку. Тем временем «Газпром» осваивает не только газовые, но и нефтяные месторождения. И не только на Дальнем Востоке, но и на самом севере, в Арктике. Уникальная платформа «Приразломная» в Печорском море. Весом в полмиллиона тонн. Способная работать при минус 50 и вмещать 100 тысяч тонн нефти, созданная российской промышленностью. Президент в режиме «примователя моста» поздравил всех, кто работает на «Приразломной» с первой отгрузкой российской нефти, добытой на арктическом шельфе. Это, по сути, начало большой масштабной работы нашей страны в Арктике по добыче минеральных ресурсов, по добыче нефти. И особенно приятно отметить, что это связано не только с добычей, а что осуществление этого и подобных ему проектов существенным образом уже влияет и дальше будет позитивно влиять на развитие российского машиностроения, судостроения. Два крупных танкера ледового класса будут обслуживать эту платформу практически круглогодично. И это говорит о дальнейших позитивных шагах в развитии судостроительной промышленности Российской Федерации. Это означает, что весь проект самым позитивным образом будет влиять на дальнейшее расширение присутствия Российской Федерации на мировых энергетических рынках, будет укреплять экономику в целом и нашу энергетическую отрасль. В сентябре прошлого года «Приразломную» атаковали активисты движения «Гринпис». Их протесты, впрочем, к защите природы отношения не имели, отмечают в «Газпроме». Арктический проект прошел самую взыскательную экологическую экспертизу. Проектные решения, которые применены при строительстве платформы, обеспечивают не просто эксплуатацию платформы в очень сложных, тяжелых природно-климатических условиях, полностью исключают возможность разлива нефти как при добыче, так и при загрузке. Создана система нулевого сброса, когда отходы при бурении и производстве ни при каких условиях не могут попасть в море. Уважаемый Владимир Владимирович, отгрузка первой нефти с платформы «Приразломная» успешно начата. Нефть поступает на танкер Михаил Ульянов. Поздравляю вас и всех коллег с этим большим успехом. Спасибо большое. Первая стационарная платформа на арктическом шельфе. Запасы нефти в 60 километрах от берега оценивают в 70 миллионов тонн. Россия все активнее в освоении огромных природных богатств Арктики. Максим Бобров, Сергей Кузнецов, Кирилл Зотов. Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok